Сегодня, 28 июля, День Крещения Руси. Эта памятная дата была официально у нас отмечена впервые в Комендаре в 2010 году. И с этого момента мы празднуем День Крещения Руси. А вот как это делается у православных, узнаем сейчас у нашего гостя в студии Иерей Красноярской епархии Андрей Дорогов. Отец Андрей, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, какие традиции есть у православных, посвященные Крещению Руси? Я бы хотел поговорить все-таки не о традициях. Традиция – это то, что нам понятно и близко. А вот смысл праздника зачастую отходит на второй план. А ведь в каждом празднике главный все-таки смысл. Смысл Крещения Руси – это тот момент, когда мы почувствовали себя единой державой. Когда мы вышли на какой-то новый уровень взаимоотношений в мире. И вот это очень важно. Но традиция – это то, чем потом обрастает наш любимый, наверное, в будущем праздник. А как сейчас проявляется? То есть как сейчас можно приобщиться? Понятно, что надо прийти в храм. Что еще, может быть, сделать, чтобы как-то эту дату для себя закрепить? Для себя, в первую очередь, молитва. Это самое главное в этом празднике. И в каждом православном празднике важна молитва, то есть общение с Богом. Если вы на работе, значит, вы можете дома помолиться или на работе помолиться. Вы можете почувствовать единение со всеми верующими в этот день. И это очень важно. И помолиться, конечно же, святому князю нашему Владимиру, чтобы он помог нам быть единой державой. А вот если немного к истории подойти, к чему привязана дата? И ведь точных сведений для дня Крещения не найдено еще. Важно, что это событие было в истории. На самом деле, не суть важно, в какой день произошло то или иное событие. Мы все-таки не дата поклонники, не цифра поклонники. Мы Бога поклонники. Если Господь даровал нам это событие, то мы можем это событие праздновать. Мы можем в этот день, который мы каким-то образом смогли установить, отпраздновать это событие, помолиться Богу о единой нашей державе, чтобы мы были едины, чтобы мы могли служить Богу. Вот что самое важное, я считаю. То есть омовение, как это было давно-давно, не обязательно. Ну тогда же все в реку зашли, да, скажем так? Мы и так омываемся, и в воде, в ванной, и умываемся каждое утро, да, и многие купаются летом. Смысл не в этом. Смысл в том, чтобы это все-таки было для Бога. А что Вы посоветуете всем православным в этот день? Помолиться за наш единый народ. Это очень важно. Хоть мы сейчас разделены на много государств, да, люди живут и в России, и в Украине, и в Белоруссии, и в Америке, и в других государствах. Но мы все-таки дети одной державы, одного великого народа. И нам это единство нужно сохранять. И это очень важно. Скажите, пожалуйста, о епархии в календаре, какие еще есть важные, знаменательные даты, которые Вы бы хотели, чтобы все православные, но мы в том числе, запомнили, отложили у себя, пришли, может быть, в этот день храм, помолились на работе, или дома там. В этом году мы праздновали очень важное событие, День Святых Красноярской Метрополии. То есть тех людей, которые здесь у нас в Сибири, на Красноярской земле, смогли достичь святости. И Господь этих людей выделил нам для почитания, для особого примера. Вот этот день, я в этом году хотел бы особо отметить, День Святых Красноярской Метрополии. Ну, а дату я говорить не буду, чтобы каждый мог посмотреть для себя, сделать хотя бы небольшой подвиг, выинтересоваться этим событием. Я имею в виду как раз Святого Луку, да, Параскево-Пятницкую. Да, это День Святого Луки, в июне месяце. Вы посмотрите, загуглите это дело. Хорошо. Кстати, о каких-то, может быть, технологиях всегда было интересно, как епархия приобщается. У вас же есть свой сайт. Обязательно. Да, у вас есть какие еще способы достучаться до людей еще не верующих, и в то же время общаться уже с верующими, с православными. Как поддерживаете, с прихожанами? В наше время очень много связей, в том числе интернет используется. Механизм сам по себе плохим быть не может. Плохое может быть его употребление. Поэтому, если мы употребляем интернет, средства коммуникации и прочие вещи, во славу Божию, то это хорошо. Ну, а если мы начинаем этим злоупотреблять, тогда, конечно, из этого ничего хорошего не выходит. У нас есть сайт Красноярской епархии, группы ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке. Какие там у нас еще есть сети? Я не во всех присутствую. Ну, давай, пришли, пожалуйста. Нет, нет. В принципе, все понятно, все ясно, и очень приятно, что сегодня у нас в гостях. И хотелось бы еще раз представить, кто у нас сегодня в гостях. Да, Андрей Дорогов, или отец Андрея, правильнее будет сказать, ирей Красноярской епархии. И сегодня мы поняли, что в этот день, 28 июля, в день крещения Руси установленный, самое важное не совершать какие-то обряды, а просто принести искреннюю молитву как раз Святому Владимиру, правильно? Князю Владимиру. Да, действительно. Это самое главное. Это можно совершить в любом месте. На работе, дома, на отдыхе. Пожалуйста. Объединяемся, укрепляемся и единяемся, скажем так, в этот день особенно. Субтитры создавал DimaTorzok